Всем привет и добро пожаловать в очередной эпизод Дороги к Мифику, на этот раз с участием Глу, Духом Болот. Мы расскажем вам об игровом процессе и тактике, чтобы вы с легкостью могли повышать свой ранг. Без лишних слов, переходим к делу. Первый навык является основным источником урона Глу, который позволяет ему беспокоить врагов, а также ограничивать их передвижение. Второй навык, с другой стороны, служит инструментом контроля, в сочетании с первым навыком он дает Глу рыбок и очень удобный эффект массового контроля. Ультимейт – это основной навык Глу. Разделение на группу маленьких Глу не только делает его сложным противником, но и помогает ему быстро накапливать свой пассивный навык на врагах. Как только вражеский герой полностью накапливает пассивные заряды, Глу может прикрепиться к нему и навести суету во вражеском строе. Помните о том, что Глу может дважды совершить рывок, когда он прикреплен к врагу. Что касается снаряжения, мы настоятельно рекомендуем эту сборку, поскольку она повышает выживаемость Глу, а также его способность сеять хаос на поле боя. Маска мужества полезна для всей команды, в то время как Оракул максимизирует регенерацию очков здоровья Глу и обеспечивает достаточное сокращение перезарядки. Кроме того, проклятый шлем и господство льда еще больше увеличивают выживаемость Глу. И наконец Бессмертие завершит сборку, поскольку повысит способность Глу изнурять врагов. Для Глу основная задача на поле битвы наложить на врага пассивный навык Липко-Липко, поскольку он не только замедляет их, но и уменьшает урон, который они наносят Глу. Другими словами, Липко-Липко повышает выживаемость Глу. После того, как Глу прикрепится к вражескому герою, часть полученного урона с исключением урона башни передается носителю. Глу может даже использовать шлеп-шлеп и пропусти-пропусти, будучи прикрепленным к цели. Успешное комбо позволяет ему переместиться на определенное расстояние вместе с носителем. В качестве поддержки Глу полагается на снаряжение для Роума, чтобы создать преимущество для команды. Таким образом, в фазе игры на линии Глу должен как можно больше беспокоить врагов, танкуя урон для союзников. Используйте шлеп-шлеп, затем сразу же используйте пропусти-пропусти, чтобы приблизиться к вражеской цели и обездвижить ее. Таким образом, Глу может создать преимущество для союзников. Начните с шлеп-шлеп и пропусти-пропусти, чтобы прорываться сквозь строй врага. Затем примените делюсь-делюсь, чтобы наложить заряды липкости на как можно большее количество врагов. Теперь самое время использовать поймал-поймал на самого опасного вражеского героя. Нанося урон, Глу всегда может использовать комбо шлеп-шлеп и пропусти-пропусти, чтобы изменить положение, а также подвергнуть вражеского героя огню союзников. Глу относительно уязвим в начале и середине игры. Во время игры на линии этому персонажу лучше атаковать издалека и разделять применение шлеп-шлеп и пропусти-пропусти, если это не гарантированные убийства. Для Глу крайне важно поддерживать свое здоровье, прежде чем он получит свой ультимейт. Глу действительно начинает создавать проблемы, когда у него достаточно хорошее снаряжение и уровень. С помощью комбо шлеп-шлеп и пропусти-пропусти, а также замедления и снижения урона обеспечиваемого липко-липко, Глу может входить и выходить из командного боя, сохраняя при этом хорошую форму. Присоединение к вражескому герою, наносящему основной урон, лучший способ для Глу создать преимущество для команды. На этом мы завершаем сегодняшний эпизод. Следите за обновлениями, чтобы получать самые подробные руководства о дороге к мифику и подниматься к вершинам рейтинга. До новых встреч на Землях Рассвета!